и пока да немного пока тихо может еще все согреваются морозы такие нынче московском регионе сейчас за окном минус 24 градуса будет не ошибаюсь на термометр если не больше но о погоде конечно можно вечно говорить а вот хоккей мы давно уже видели здесь в дмитриеве параллельно с нами еще проходит встреча в красноярске где бирюса вот и перед умер с металл 6-0 выигрывал своего соперника обязательно скажем по ходу репортажа с каким счетом закончилась параллельная встреча которая стартовала чуть пораньше наши анародинова шайбой момент есть ларова первая передача получилась и чаева шайбой по диагонали можно было давать передачу но нет слишком сложно это было сделать подхватывать передачи на и чаеву валеева это уже белый медведь с шайбой валееву как хорошо сейчас могла бы развиться та самая атака у белых медведь но нет этого не получилось делать перехват был в средней зоне торнадо и далее уже сами белые медведицы как мы видим забирают шайбу валеева пытается ярко сыграть берта но дальше был перехват а вновь валеева шайбой гарипова бросок но это мимо родинова неаккуратные действия привели к тому что шайба вышла из чужой зоны для белых не позволила шайба оказаться в воротах шкалёва на скорости пытается пройти всех и сия почему бы и нет то но только вот на родину мешает и здесь из передачи и сидоренко и да это как-то далековато было но на родину помогает валеева открывается на родина вас сама идет а но пока что только развивается атака белых медведь с которым слову же играет в полном составе наверное команда алексея чистякова не зависит в актив первых большинство в 2023 году как-то совсем не заладилось для выйти из своей зоны и точнее из чужой все правильно полунина чуть не успевает сидоренко наброс какой неплохой пироговый 1 оказался на шайбе за рипова нет савонин в итоге через за рипу дальше по аборту на не стерва это было слишком далеко слишком сильно но как-то не сложился торнадо очередная атака архипова по диагонали здесь не стерва центр неудачно перехват сидоренко сидоренко просукку уже вновь ларова отражает за рипова архипова ну якшева получает передачу с передачи на за рипу два в одного можно организовать атаку за рипова ой 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 а вот это как классно как красиво исполнила сейчас елена зарибова один один ну что ж дорогие друзья мы подготовились второй период матча нас ожидает между командами торнадо и белые вы живее игра стала сидоренко уй ой ой кому там шайб попала но по-моему тут спасла персонала анны виноградова вы все в порядке да уж вот сейчас обратил внимание на скамейку белых медведиц суть такова то что строение лидора дворца дмитриев учитывает то что солнечные лучи попадают с улицы и попадает точно на скамейку белых медведиц вот денис афиногену то и дело приходится перемещаться чтобы следить за игрой есть его атака какая шайба в воротах и 21 счет становится савонина да интересно подоблюдать будет за белыми медведицами потому что счет конечно 3 1 но в хоккее всякое бывает поэтому белые медведицы до последнего будут делать все чтобы не только попробовать забросить еще три по возможности защитить свои ворота от пропущенных шаг малявка дальше передачи савонин открывалась вроде как но слишком далеко располагалась передача не прошла малявка надеждина прошу прощения на рудиного было торнадо нейтрализовать большинство ну а белыми медведицы наверное стоит задуматься о том как попробовать ставить сопротивление торнадо тем более это игра первая завтра повторная 13 часов начала поэтому все кого есть желание приезжайте в дмитров наблюдайте за настоящим классным хоккеем тем более вход свобода есть его шайбы по диагонали не точно перехват шкалево какое оставление на нестерова можно сейчас принципе передача давать и это и мы увидели но шайбы не там оказалось день планирую александра нестерова до шкалево продолжает борьбу в атаке пирога подключается вале его пытается отобрать полунина тут подключилась но все-таки белыми дети завладевают шайбами острее острее атакуют перца немного добавили свое блюдо под названием атакующее действие и пора наверное довести дело до готовности в виде заброшенной шайбы однако пока этого не случилось ну якшева так активнейшая борьба ведется и все в порядке все обошлось для всех россия белый медведь убегает в атаку валеева бросок но это мимо а вот шкалева устремляется в атаку полунина с лево но якшева последний минут идет периода под номером 2 и удаление будет матреева отправиться на скамейку штрафников за все готовы все выстрелились малявка шкалево полунина за риповый салонина это пятерка большинства вот торнадо вот белых медведица это седоренко седоренко на рудиного гарипова и валеев есть еще немного времени за рипова полунина гол как по учебнику раскатали сейчас игроки торнадо и увеличивать свое преимущество скакала неприятным было для торнадо наверно все сдрогнули но с облегчением выдохнули после того как она вылетела опять можно сказать на площадку валеева грибова бросок здесь ларин лопухова на скорость идет на скорость стремится к воротам выходит за ворота а там уже оказались только игроки белых медведевиц которые собственно и начинают эту атаку но если передача чуть точнее было она рудиного с шайбой падение но все в рамках правил и это проброс нет играть продолжает ну якшева и это удаление матвеева полу во второй раз вместе с ну якшева в паре выходит сейчас анастасия шмелева только нападение третье звено все в порядке петрова храбской лопухова но якшева сама идет стремится плотине но все в рамках правил все в порядке но эффектно эффективно да можно и так сказать на рудину в средней зоне бежит си даренко передачи на валеева вот а вперед отдает с передачи и в центр а там никого не оказалось поэтому си даренко в меньшинстве белые медведица атакуют почему бы и нет а статы можно добавлять в любом количестве людей но перехват проследовал зарифова с шайбой нестерова нестерова сама идет но до броска отдела не удалось довести солонина зарифова пирогова наброс рядом со штангой нестерова как же шайбы не оказалось ворот вот это конечно удивительно чуть-чуть вот пару сантиметров не хватило для того чтобы обеспечить себе первый хитрик в атаку Прокопенко шаблина бросок дальше уже малявка по борту здесь Савонина вопроса не будет потому что было касание и и дальше уже белый медведь вот атаку Сидоренко Валеева бросок еще моментище для белых медведиц и в обед что это конечно удивительно еще моментище для белых медведь 4-3 Ого я думаю у всех сейчас шок не биртовален становится автором за просто шайбу шайбу-то на круге вбрасывание то осталось на секунду якшева зарипова ну якшева переглова через зарипова дальше вперед на нестерова и собственно все смену производит торнадо стену производит и белые медведицы только челемец команда чуть быстрее оказалось с передачи вперед ларова отражает да довольно таки опасно было нестерова последние две минуты третьего периода стартовали пошла жара а здесь вы дмитрий и чай вам перехват дальше не точная передача струны нестерова и лазарева а Продолжение следует...